МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Навиэнергий. Йонал» Студия Олена Мельшенко. Вітаю вас сегодня в выпуске. Тепло на Могилюшині начало поступать во установы социальной сферы. Первый колокольный звон на всю округу. Новую церкву освятили в Шкловском районе. Самые-самые по правмастерстве. Могилёвские силовики названы лепшими в республиканском конкурсе. Во установы социальной сферы Могилёшины начинает поступать тепло. По информации начальника областного отдела энергетики Ипалева Дмитрия Смирнова, третьего костричника, у Абл-Ваконками подписано отповедное распоражение. Однак треба разуметь, что подключение по объектах отбывается поступово. Специалисты удокладняют, на Могилёшине практически нема причин для затягивания подключения тепла до социальной сферы. Однако, когда действия все же возникли проблемы, все пытания треба выращать на местах, за администрацией установы. По информации начальника областного отдела энергетики Ипалева Дмитрия Смирнова, жилёвый фонд так само полностью готов до початку отепляльного сезона. Однако, отповедное решение по этим пытаниям поколь не принято. В уголе, по прогнозе синоптиков, шатвертого костричника прогнозуется потепление. Могилёшина предпринимательников шмат, кто открывает сучасные вытворчасти. Але, как прогучало на семинары, многим не хапая ведау. Например, по выниках этой встречи, четыре могилёвские предпринимательники вырешили починать свою справу у бизнес-инкубаторы малого предпринимательства. Подвели выники, а значили недопрацовки, вызначилися с планами. Могилёвская областная организация Белорусского республиканского союза молоди провела шостую справоздачно-выборчую конференцию. Як спрацевали за три годы, ведая Олеся Рыбалка. Выборчая кампании – пятый усебеларусский народный сход. От таких знаковых подзей молодь Беларуси не заставалась у Баку. Званы «Смутку», «Закладка яблоневых садов миру», «Конкурс авталеди» – гэта проекты, створальниками яких была минавита молодь Могилёвщины, якие потом пероняли іншые регионы. Год навуки инициатив ящие больше. Гэта доказывает активность подчас конкурсу «100 идей для Беларуси» развитие стартап-руху «Инвест уикендов». Молодые навуковцы активно укореняют у вытворчасть своей распроцовки. Школьники несут вахты памяти, а студенты, до прикладу, створяют уласное телебачене, как у Беларусской сельгазакадемии. У нас есть свои страницы в Инстаграме и ВКонтакте. О всех новостях мы пишем в Инстаграме и ВКонтакте. То есть выкладываем видеоролики, естественно, в Ютуб. Основная масса информации там. До 15-ти год, где основание Беларусского республиканского союза молоди, Могилёвская областная организация подышла с неблагими выниками. Янабиадновывая 52 тысячи человек. Процеде по семи основанных на керунках дейности. Развивается остудотрадовский рух. 37 тысяч человек просолотковали улетку за опошние три годы. Будем планировать качественный рост численности, качественные изменения численности. Мы будем делать акцент на работу с работающей молодежью и возобновлять, наверное, незаслуженный, забытый опыт работы производственных бригад. В том числе обращать внимание на работу с сельской молодежью, на работу с молодыми специалистами на селе. В 2018 году пройдет 43-й зъезд Центрального комитета БРСМ. Для выпрацовки стратегии развития – это знаковая подея. Под час конференции были обраны делегаты на зъезд от Могилёвской области. Что до выбранья керунництва комитета, его склад на новый термин после голосования застався раннейшим. Теперь самая близкая и значная подея для областной организации – это удел в Суцветном фестивале молодей и студентов в Сочи. Он пройдет 14-го, 22-го Кастрышника. От Могилёвской области туды накируются 24 процедурники. 9 с них – это активисты БРСМ. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. Первый колокольный звон подшула уся округа. Увесы заходы Школовского района освятили церковь преподобного святителя Миколая Цудотворца. Тут произошла первая служба. Провел я ей епископ Могилёвский Мстиславский Сафроний. В новой церкви прошла первая невеликая служба. В Вернике с усюю округи собрались у шиноват святителя Миколая Цудотворца. Бог есть, что вот такую благодать нам Господь Бог послал. Может быть, с молитвами, с нашими. Много кто молился, много кто просил, чтобы это было. И мы сегодня с ним очень-очень рады. По каким дням будете ходить? Буду ходить столько, сколько будет работать церковь. Будет каждый день, буду каждый день ходить. В городе часто, редко же ездили, а в деревне будем чаще ходить. Первая служба у церкви прошла по усих канонах. Храм у Прыгожины к ветками, святары у святочных оденьях. Сет нас, как обладкий человек, в любви. Новая церква, одзинае, у районе носить имя Миколая Цудотворца. На ее заведение на месте, где калисти уже была церква, спотребилась от 3 года. Само будовництво вялось на сродки прихожан и меценатов. Будовля стала интернациональной. Над узвядзеннем церкви працавали майстры с Беларуси, Молдовы, Украины и России. Объект отрымался уникальным. На его спотребилось больше за 400 кубов пиломатериалов. Будовники стверджают, что новая церква – яскравый приклад дровляного долитства. И одна из самых высоких в области. Амаль 30 метров. Особенность храма, конечно же, является в том, что были принесены мощи святителя Николая вчера утром. Поэтому и это такой, можно сказать, святыней благодатной похвастаться может. Но не каждый храм в Могилевской области. Действительно, великая святыня, которая не без труда досталась и нам. Упругожили храм 8 званов знакомитой майстерни Ильи Драздихина. Некоторые образы для новой церкви писали у греицыны святой горы Афон. А так само у монастырах Сергия Радонежского и Серафима Саровского. У храм доставлены и мощи святителя Николая. Самое главное, чтобы храм строился не только снаружи великолепный храм. Но самое главное, чтобы храм строился в душе каждого здесь живущего прихожанина. Наталья Ильинч, Виталь Вопсев, Новины региона. Оказание медицинской допомоги, маневру полоса пирашкот со стрелами яше шерых дисциплин. Могилёв примал 13-й республиканский агляд-конкурс профессийного майстерства сирот супрацовников патрульно-постовой службы и отрада у милиции особливого призначения. Затым, как проходили с поборницей, назирали наши корреспонденты. З открытия первого в Беларуси памятного знака отрада милиции особливого призначения стартовал агляд-конкурс. Все лета у одной команде выступали представники милиции особливого призначения и патрульно-постовой службы. Физподрыхтовка – галовная дисциплина. У командным залику эстафета, полоса пирашкот, стрельба и только потом финиш. Мы всегда должны быть готовы выполнить любые задачи, которые возложены на органы внутренних дел. Поэтому такие смотры-конкурсы, они способствуют повышению, если так коротко подытожить, мною сказано, это повышение своего профессионального мастерства. Оказание первой методы помоги – автомобильные маневры, где не только якость, а и худкость важная. А еще мастерство по предметах в импровизованном салоне автобуса – знайсти пассажира. Только после 5 дней он с поборниц-то устало вядомо, что миновито могилевские силовики набрали больше из баллов о маль во всех дисциплинах и завоевали головный приз – службовый автомобиль. 2017 год объявлен годом профессиональной подготовки. И проведение подобных смотров-конкурсов способствует повышению профессионального мастерства сотрудников. Ребята с ОМОНа, мы с ними вместе занимались два месяца. У нас крепкая дружба сформировалась и хорошие отношения. Фото на память с Кубком Пераморсов и новый УАЗик «Худко» отправится у патруль на Могилевские улицы. Илья Соболев, Сергей Корпяков, Миколай Соболев. Новины региона. Ушанование працонных династей. Подарунки. Выступление зорок беларуской эстрады и переможца у конкурса «Новые имены Беларуси». Могилев снова долучился до республиканской акции Федерации профсоюза в Беларуси «Мы разом». Гэтым разом акция объединяла коля 700 удельников. У Знагарода отримали больше за 30 работников разных предприемств и установ Могилевской области. У рамках республиканской акции «Мы разом» у Знагарода отримали працонные династии Могилевщины. Сярут их семья Степанюк. Их агульный стаж працы – 155 год. И, как прознаются представники династии, гэта немяжа. Дети у рашей не башат себе у иншей профессии. Наша династия, как видите, большая. Начало династии – это положил наш отец, Бурмир Василий Александрович, который был участником войны, прошел всю войну с 41 года по 45 год в качестве медицинского работника и закончил войну на Дальнем Востоке. Я думаю, что это наследство, которое у нас стоит, продолжит традиции медицины, который, видите, крайне – это будущее наш профессор. А веншовали хоноровые гостей акции «Дзорки белорусской эстрады» и промышцы конкурса «Новые имены Беларуси». Наприклад, Кирилл Артеменко подчас акции «Мы разом» объездил лечу всю Беларусь. Олега же выступать у своем городе для коллег особливо приемно. Мне двойне приятно, что так принимали наши жители. Люди прям поднимались, прям танцевали, хлопали. Спасибо нашему городу за то, что так тепло принимают всех гостей из Минска и со всей страны. Республиканский народно-патриотичный акции «Мы разом» уже три года. За годы час активисты профсоюзного руху шановали больше 350 працонных династей и великую колькость молодых специалистов. Наталья Юдакимова, Александр Тарасов, «Новины региона». «Юный гимнаст» – новый спортивный турнир для выхованцев детячих садков Могилёва зладили на базе вядомой спортивной школы «Багима». Его удельники спаборничали в шести соправдных дисциплинах спортивной гимнастыки, а все удели шансы трапить в вядомую спортивную школу. Для детей это яскравая подея и первое выступление в Великой зале. «Юный гимнаст» – одночасово из поборничества и конкурс. Узнагорода быть залеженным в спортивную секцию. Капатрымаловся, треба стать лепшим за соперников. Усеяны выхованцы детяших садков Ленинского района Могилёва. Подчас попереднего отбора у дошкольных установок для удела у турнира «Юный гимнаст» выбрали 200 самых спрытных идужих. «Мне понравился бег, но я немножко боялась, когда пришёл сюда, но потом мне стало весело». «Прыгали, бегали, отжимались, на перекладине лечили». «А не страшно на перекладине?» «Нет, не страшно». «У меня получилось бежать и стойко на голове». Гэта из поборництва новый подыход у пошуках таллиновитых детей. У Беларуси стала популярной программа не набору детей у спортивной секции, а отбору. Таким чином у специализованной группы трапляют не только по жаданию, а и по здольностях. «Я уверен, что пройдёт немного времени, и эти дети дадут о себе знать. Может быть, это в будущем будут чемпионы Европы мира, а может быть, и Олимпийских игр». Лепших на гэтым турниры конкурсе одобрали у специализованной секции. Удел у спортивном святе стал для детей своя особливым пропуском у склад юнацкой команды Могилёва по спортивной гимнастовце, а далее и до споборництва. Андрей Шуляк, Александр Тарасов. Новины региона. Самая прыгожая, активная и таллиновитая. Конкурс «Миледи БРСМ-2017» пройшёл в Костричницком районе Могилёва. На сцену вышли девять в учениц школы колледжа. Кому досталася корона-пероможницы, доведалася наша здымочная группа. В ученице школы номер 34 Дарья Хархалёва выбрала для своего творчого номера песню знакомитого рэп-выканауца с беларускими коронями. Девчонка, признается, рыхтовалася долго. Конкурс отказный, тому и удельничать им погодилася не одразу. На самом деле, сначала я вообще не хотела в нём участвовать, но я подумала, что я подведу своих учителей, всех педагогов, которые за меня болели и отдавали свои голоса в голосовании, поэтому я решила попробовать, и вот я здесь. Активисты БРСМ конкурс «Миледи» проводят не в першиню. У Сыковику этого года самую прыгожую девушину выбирали сяродпрационные молодцы. Воси гэтым разом конкурсантки пройшли отбор у своей установе адукации. Его сяпер, як на саправдном конкурсе прыгожости, визитка, интеллектуальный конкурс, творчий номер и дефиле у беларуских народных костюмах. За кулисами сябры наставники и, конечно, батьки, яке хвалюються не менш за самих девчат. Я всегда переживаю больше, чем она, потому что, ну, я даже не могу передать. Вполне больше у мамы. И, наверное, из-за победы больше мама радуется, чем сам победитель. Сложились очень дружеские отношения. Мы за друг друга болеем, переживаем. Ну, и, конечно, победитель сильнейший. Первое место и звание «Миледи» отрымала в ушанице гимназии номер один – Вольга Благославская. Кожная девчата отрымала кветки, памятную ленту, а так само подарунок. А легалонным призом стали добрые успамины и новые сябры. Алена Мельщанкова, Дарья Семянько, Александр Тарасов. Новины региона. На нашем сайте tvrmogilio.by Вы заусюди можете поглядеть самые актуальные новины в області. А я на этом с вами развитываюся. Дякую за увагу. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!